Имя московской художницы Натальи Марковой давно известно любителям современного искусства. Член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат серебряной и золотой медалей Союза художников за вклад в отечественную культуру, выпускница Московского полиграфического института и школы-студии ученицы Филоновой Алиса Парет. Она более 30 лет активно работает в области книжной графики и станковой живописи. Этот стиль искусствовед назвали романтическим сюрреализмом. В общем, наверное, так оно и есть. Потому что я еще по книжным иллюстрациям в основном связана была с историей и с историей науки. То есть я очень много материала поднимала связанного. И сама я тоже очень много путешествовала. За свою активную творческую жизнь художница оформила свыше ста книг. Ее иллюстрации украшают издания Апулея, Булгакова, Брэдбери, Шексли, Уальда. Ряд графических работ, представленных на выставке, посвящен любимому произведению – мастеру Маргарита. Мне очень помогло посещение Иерусалима. Потому что Булгаков там никогда не был, но у меня было такое ощущение, что он там был. Это настолько описано, вот до ощущения камня. Кого-то он трогал. Это такое проведение великого писателя. Творчество Натальи Марковой охватывает широкий спектр тем – духовных, морально-этических, социальных. Здесь и воспоминания о соловках, и размышления над священным писанием, и отчеты командировки «Горячий Афганистан». Самые свежие из представленных картин – триптих куклы детского дома. Я тут отразила не проблему детского дома или того, что у этих детей там чего-то нет, а проблему именно эту, что дети оказываются в полном вакууме. Проблема детей, наверное, и брошенных детей, она также существует вне времени. И плохих людей она существует, и хороших. Проблема добра и зла. Работы Натальи Марковой экспонировались более чем на 50 российских и зарубежных выставках. В том числе в Гранд-Пале, Прадо и других музеях мира. Ряд картин находится в знаменитых музейных и частных коллекциях. Солнечногорцам представляется редкая возможность увидеть картины из личного архива художницы. Во-первых, я хотела тут представить мои новые работы. Тут работы за последние три года, четыре. А из старых тут, в общем, лучшие работы представлены. Ну, те, которые не попали в музей Гранд-Пале и Ватикана, и которые я держу в своем архиве. В общем, самые дорогие для меня выставочные работы. Кроме работ Натальи Марковой, на выставке демонстрируются и работы ее учеников. От зрелых художников до самых юных. Оценить их творчество и проникнуться своеобразием жанра их учителя посетители путевого дворца смогут до 10 мая. Продолжение следует...